Вы прекрасно знаете слова сами. У вас здесь только когда надо партию смотреть, где выше, где ниже берете, смотрите, а так текст вам известен. Небольшой экскурс проводится перед началом каждой репетиции. Молодой коллектив по дате основания, а не по составу, песни военных лет знает на зубок. Вот только с такими понятиями, как такт и тональность, познакомились недавно. Потому и шпаргалки в руках каждого исполнителя. Я знаю, я знаю, я родная, родная. Ну, бать почище. Затем, чтобы голоса звучали в унисон, следит художественный руководитель и аккомпаниатор Анатолий Гавриленко. Инвалид войны, музыкант и геолог по образованию в обществе слепых состоит с 50-го года. Раньше Анатолий Васильевич управлял большим хором, но со временем ряды голосистых инвалидов по зрению поредели. Теперь остался лишь этот ансамбль. И, несмотря на свои года, незрячие артисты не только поют задорно, но и стараются оживить каждое свое выступление игрой. «Концерт, который состоится 8 ноября, приурочен к грядущему 70-летию Победы. Поэтому и репертуар программы состоит из песен военных лет. Всего около 10 песен». «Если человеку нравится, то ему никогда не бывает. Это тяжело. Над собой работать трудновато, а когда оно в общем-то, кроме удовольствия, ничего не получаешь. И я с удовольствием занимаюсь этим небольшим коллективом. Но надеюсь, что к нам сейчас еще люди подошли и заберем их к себе». Почти с такой же программы ансамбль дебютировал недавно на фестивале «Кубанский хуторок», где и получил первое признание. «В конце октября мы ездили в Краснодар. Выступили, я бы сказала, успешно, потому что мы стали дипломантами этого фестиваля. И я думаю, что у нас есть еще задел на будущее. Есть над чем работать. Есть моменты, связанные, конечно, с особенностями и здоровья, и возраста. Когда председатель жюри Золотухин узнал, что у нас старшему солисту 88 лет, он выпрямился и сказал, «Я бы тоже хотел в таком возрасте стоять на сцене и петь». «И это уже надо признать должным. И, в общем-то, ну, не знаю, как-то и нам стремиться к этому, чтобы мы жизнь не прожигали. И какая бы ситуация ни сложилась, чтобы мы всегда понимали, что жизнь не заканчивается. Она всегда продолжается, и она всегда прекрасна». Впереди у ансамбля сочинского общества слепых большие планы и надежды. А завтра жители-гости курорта смогут насладиться творчеством незрячих артистов. Концерт состоится в 11 часов в здании общества на улице Красноармейской. Татьяна Нагорская, Борис Осень, телекомпания ФКТ.